Правительство США получит еще больше возможностей послежки за гражданами Америки, и это не радует. Добро пожаловать на Америка без цензуры, с вами Крис Чеппелл, как вы там? Я так редко об этом спрашиваю, вы чувствуете себя в безопасности? Уверен, что чувствуете, ведь правительство США только что получило еще больше возможностей послежки за гражданами Америки. Но, конечно же, не именно за вами лично, а за нехорошими американцами, за вами-то точно никто следить не будет. В этом месяце президент США Джо Байден подписал закон на два года, продлевающий действия статьи 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, также известного как Файза. И это вызывает беспокойство. Во-первых, потому что Байден не похож на того, кого беспокоит наличие личного пространства. Ну а также и потому, что это было не продление статьи 702, а его расширение. Файза был принят Конгрессом в 78-м году. Акт устанавливал порядок по собиранию данных службами внешней разведки. Например, следователям нужно было получать ордер для прослушки предполагаемого иностранного агента на территории Америки. В 2008-м акт дополнился пунктом 702. Он дал правительству США право без ордера собирать данные неграждан США за пределами страны. Он также без права на обжалование обязывал телефонных операторов и интернет-провайдеров помогать со слежкой. Но что если слежка за негражданами США приводила к слежке за гражданами США? Существуют процедуры, которые защищают данные граждан США, подпадающие под действие пункта 702. Хотя Файза по сути и так дает разведслужбам возможность шпионить за американцами безо всякого ордера. Они оправдывали это тем, что данные о непричастных ни к чему американцах попадали к ним случайно. Ведь если это не намерено, то это не считается. Ведь ты не крал бриллианты, ты просто случайно уронил молоток на витрину ювелирного магазина, и они случайно посыпались тебе в мешок. А потом ты выбежал из магазинов, случайно заранее ждущую тебя машину. Все это просто случайность. Но срок действия статьи 702 подходил к концу, что обрадовало многих людей. Но, конечно же, не генпрокурора США Америка Гарланда. На слушаниях в прошлом году он заявил, что без статьи 702 мы подвергаем себя очень серьезной опасности. Звучит как слова Бенджамина Франклина. Те, кто жертвуют своей свободой во имя увеличения безопасности, поступают мудро. Заткнись и дай федералам шпионить за тобой. И для того, чтобы эта статья продолжила действовать, Конгресс и Байден продлили ее еще на два года и расширили ее действия. Сенатор-демократ Рон Вайден даже назвал это самым серьезным и пугающим расширением возможностей государства послежки за всю историю. Другие назвали это постановление «теперь все шпионы». А все потому, что акт очень сильно расширил определение поставщика услуг электронной коммуникации. Помните, как я сказал, что статья 702 обязывает телекоммуникационные компании и провайдеров интернета помогать послежке Файза? И любой поставщик услуг при использовании оборудования, используемого для передачи или хранения электронных данных, может быть обязан помогать при слежке по Файза. То же самое касается и хранителей данных этих поставщиков. Это можно понимать как любой поставщик таких услуг, как дата-центры и облачные хранилища. Но многие считают, что новое определение возможно шире. Кое-кто считает, что в него могут быть включены компании-индивиду, у которых есть доступ к таким вещам, как телефон или Wi-Fi роутер. То есть владельцы офисных зданий, уборщики в частных компаниях, работники ЖКХ, все они могут быть вынуждены шпионить для государства. Уборщик и одновременно тайный шпион? Это все по-настоящему или это завязка самого худшего приквела по Джеймсу Бонду «Тайный туалет Ее Величества»? Для справедливости закон делает исключения для мест общего пользования, жилых помещений, общественных мест и мест общественного питания. Они не будут определяться как поставщики электронной коммуникации, которые обязаны помогать при слежке по Файза. Фух! Слава Богу, что наше мудрое правительство установило эти исключения, чтобы ограничить свою власть. Но есть и те, кто смотрит на это скептически. Совет по индустрии информационных технологий, глобальная организация, представляющая главные техгиганты, включая Google и Microsoft, предупреждает, что любые поставщики оборудования для электронной коммуникации или те, кто имеет доступ к такому оборудованию, включая их работников либо работников поставщиков услуг, станут субъектами, обязанными раскрывать данные или помогать при слежке. Фонд электронных границ, являющийся обществом по защите свободы слова, заявляет, что расширение полномочий статьи 702 поможет следующие два года вести антиконституционную массовую слежку. На что Сноуден ответил, в первый раз. Организация «Свободная пресса» предупреждает, что все это может ужасно отразиться на журналистике. Наши источники начнут обоснованно подозревать, что в комнатах для совещаний находятся жучки. А журналисты не смогут убедить их в обратном, так как сами понимают, что работники ЖКХ в здании являются невольными государственными шпионами. В это верится с трудом. Но из-за этого закона люди станут еще меньше доверять СМИ. Я уже и не думал, что такое вообще возможно. И да, причина для беспокойства есть. Согласно рассекреченным документам Файза, чиновники ФБР неоднократно злоупотребляли прослушкой по Файзе. С 16-го года по 20-й ФБР злоупотребило при использовании статьи 702 278 тысяч раз. Не беспокойтесь, я уверен, что это было все совершенно случайно. Да, 278 тысяч случайностей. В ответ на это ФБР внесло процессуальные изменения для того, чтобы уменьшить злоупотребление Файза. И в 23-м году ФБР выпустило пресс-релиз, где хвасталось, что 96% запросов по Файза были удовлетворены. Не стоило бы этим хвастаться. Давайте на минутку задумаемся об этом. Учитывая, что ФБР посылало сотни тысяч запросов, это означает, что ФБР сделало тысячи запросов на телефонные звонки американцев, их сообщения и имейлы, и эти запросы не соответствовали их собственному протоколу. То есть тысячи раз процедура использовалась при частичном соответствии законодательству. Что не очень-то и обнадеживает. Если бы вы и так делали свою работу, то были бы уволены. И, конечно же, все это происходит именно в год президентских выборов. Но ФБР, конечно же, не будет злоупотреблять своими полномочиями по Файза для слежки за кандидатами от оппозиции. Ну, как они сделали в прошлый раз. ФБР 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 ФБР